Зубная пластина По словам ученого, канадский палеонтолог долго искал эксперта в этой области. Однако после знакомства с научными трудами Евгения, канадец отправил большой массив данных в Россию, где эксперт КФУ начал тщательное исследование находки, ее сравнение с другими образцами. Я объяснил, как нужно снять, с каких позиций, какие промеры сделать. Они сфотографировали достаточно хорошо, получилось очень хорошее качество фотоизображение. В общем, массивом где-то около 2 гигабайт фотографий. Ну и, соответственно, здесь я по фотографиям, по измерениям, и сравнивая с теми материалами, которые я видел в разных странах до этого, провел анализ, установил диагноз, провел сравнение, ну и, соответственно, основную часть статьи написал. Как рассказал эксперт, обычно довольно трудно описать, как выглядела рыба по одному фрагменту скелета. Однако предполагается, что новый вид, канадоду сантоки, не сильно отличается от современных химеровских рыб. В данном случае она не сильно отличается от современных рыб, от морских крыс, семейства химерит. Вот, поэтому, скорее всего, она, ну, почти так же и выглядела. У них, у современных, небольшие отличия в окраске. Поэтому, с большой долей вероятности, можно сказать, да можно предположить, как она выглядела. Найденную часть рыбы канадец отдал на хранение в Королевский музей Британской Колумбии, в городе Виктории. Теперь же ее ждут более подробные дальнейшие исследования. Однако, каждая такая находка — это шаг к пониманию, как же проходила эволюция на планете Земля. Лев Диденко, Ильнар Довлетяров, Универ Ньюс.